Здравствуйте, друзья! У нас с вами на экранах Алекс Броверман. Мы на самом деле встречались уже во Флориде, когда мы были на большом мероприятии тусовочном в телешипе компании Lexus. Правда, вы там пару слов сказали? И я напомню, что Алекс у нас... Ну, уточнить статус там как-то, но Алекс у нас курирует детскую хоккейную команду. Ну, поправьте, если я что-то не так сказал. Что там за команда у вас? Да, мы здесь в Южной Флориде организуем детскую команду, которая существует уже в Санкт-Петербурге. Называется «Красные медведи». И эта команда рассчитана для русскоговорящих детей в Южной Флориде. То есть просто название такое же или это как-то они родственные? Ну, это родственная команда, продолжение петербургской команды. Ну, хорошо. А тренера откуда? А тренер у нас в данный момент с Белоруссии. Он здесь... Ну, молодой мальчик, 25 лет. Он тренирует... Ну, он играл в юношеских сборных в России. И учился в Канаде в хоккейной школе до этого. А сейчас он согласился тренировать у нас. Так, хорошо. А много там детей у вас? А, к сожалению, пока немного. Это только процесс начался. Меняется количество детей от 5 до 8 до 10. То есть процесс только идет. Это все русскоязычные мальчики, да? Да, да. Для этого было... Ну, это была идея создать команду русскоязычных. Они в каком-то широком возрастном диапазоне или в достаточно узком? Нет, пытаемся собрать команду с 7-8 лет. То есть, первоначального возраста. О, совсем маленькие. Да, да. А, подождите. А вот какой-то чемпионат у вас в Канаде или что там за история? Это даже не чемпионат. Это мы сейчас организовываем мероприятие. Называется Russian Heritage Night. Ночь русского наследия в NHL. В настоящий момент у нас заключена договоренность с шестью командами NHL. Три из них в Америке и три из них в Канаде. И вот первая ночь будет проведена в Калгари уже через 10 дней, 22 января. Пожалуйста, кто живет рядом с Калгари, приезжайте на ней. Я только не понял. NHL там все-таки взрослые играют, а тут у вас дети совсем. Ну, дети это, ну, как бы параллельный проект. Не параллельный, а самостоятельный проект. Russian Heritage Night. Мы провели ее в прошлом сезоне, 22 февраля, здесь, в Южной Флориде, на катке Florida Panthers. Профессиональный команд играли тогда. Panthers, Capitals. Очень понравилось это мероприятие болельщикам. И вот мы решили продлить и распространить по всей Северной Америке. Но вот то, что в Калгари будет, там что будет происходить? Там ваша команда будет? Там будет что? Нет. Опять-таки, команда это совершенно отдельный проект, отдельное звено. Ну, просто хоккейное звено. Russian Heritage Night. Значит, все игры проводятся во время календарных игр NHL. То есть, выбираются такие игры, где в обоих командах есть русскоговорящие игроки. И это дает возможность болельщикам, русскоговорящим, идти на игру, поболеть за команду противника или домашнюю команду, кому кто нравится, и поболеть за своих игроков сообща, при этом, ну, просьба к болельщикам приходить в майках с русской символикой, в бейсболках с русской символикой, после игры может, ну, на разных аренах она будет по-разному, но чаще всего мы организовываем встречу болельщиков с игроками после игры и фотографиями. Понял. То есть, Russian Heritage Night, это фактически для болельщиков, это не для спортсменов. То есть, спортсмены потом с ними встречаются, то есть, им тоже может быть интересно, но, в общем-то, это тусняк такой для болельщиков. Да, идея, как бы, объединить болельщиков, чтобы они сообща болели за своих любимых игроков, русскоговорящих, но и напомнить о бывших звездах, которые играли в том или другом городе, например, в Калгари у нас будет представитель бывшего поколения Титов, Герман Титов, который проиграл в Калгари в свое время, 25 лет назад уже, 5 лет, и вот он согласился принять участие в этом мероприятии, и надеемся, что это очень понравится болельщикам тоже. А вот в прошлый раз, когда вы делали это в Майами, да, где-то, в тех краях? Да, в Sunrise, да. Много народа собралось? Было порядка 150 человек, значит, получилось так, что в эту ночь тогда, ну, она совпала с тем, за две недели до этой ночи произошла трагедия в школе Паркланда, и так как многие хоккеисты живут в Паркланде, Пэнтерс в эту же ночь уже назначили после того, как мы назначили вечер памяти жертвам трагедии, поэтому немножко как бы было скомканно наше мероприятие, но тем не менее, ну, результат был хороший для болельщиков, все остались довольны. Ну, просто я вот думаю, что если Южная Флорида – это место, где много наших соотечественников, то про Калгари я просто не знаю даже. То есть там местные или подъедут откуда-то? Ну, и местные подъедут, то есть есть, любители хоккея есть везде, и русское население есть тоже, где больше, где меньше, но во всех городах. А вы вообще снимаете? У вас есть свой Ютуб-канал? Ютуб-канала нет, но мы планируем снимать в каждом городе в отдельности. У нас назначены на сегодняшний день, значит, в Америке это Темпа-Флорида, Денвер-Колорадо и Детройт, там, где Red Wings играли. И в Калгари, Монреаль и Торонто. То есть шесть ночей. Ну, хорошо, а вот если кто-то хочет понять для себя, может, он куда-то подъедет, то есть какое-то место, куда можно прийти, чтобы было видно все, что есть? В основном оно распространяется на социал-медиа, Facebook, Instagram, то есть у нас есть страница Russian Heritage Night в Facebook. А, хорошо, хорошо. У меня есть своя страница «Хоккей во Флориде» на русском и английском языке, в которой тоже много информации о предыдущем ивенте и о будущем ивенте. В том числе и о детской команде тоже. А тогда давайте я, может быть, сразу спрошу, потому что нас, в общем-то, смотрят люди во Флориде, в Южной особенно. Какие критерии в отборе мальчиков, вот, то есть каких вы хотите видеть там хоккеистов? Покрепче, я не знаю, повыше, потолще, пофанатичнее, я не знаю, но вот какие должны быть. В том возрасте, в котором мы начинаем, то есть это начинающие хоккеисты, то есть они еще не сложившиеся, поэтому берем всех, кто приходит, и надеемся, что из них выйдут когда-то чемпионы. А вот как вообще, я думаю, люди, которые нас смотрят из-за рубежа, из-за предела Соединенных Штатов, они спрашивают, а дорого это, чтобы дети ходили в секцию? Я, например, когда в свое советское детство, все секции были бесплатные, вот хоккеем занимался когда-то, молодой был, боксом и самбо, но чем только не занимался, нигде ни копейки не стоило. Вот как там с этим делалось? В отличие от России, конечно, спорт здесь в основном платный, ну, за исключением футбола, который можно, и то, если ты в команде играешь, то все равно какие-то взносы есть. Но хоккея – это дорогой вид спорта, поэтому нам бы хотелось, чтобы русские игроки, которые сейчас играют в НХЛ, поддержали нас. Мы, в принципе, вели переговоры с Дмитрием Куликовым, который обещал помочь нам с аммунированием для детей. А это кто? Дмитрий Куликов – это игрок, бывший игрок Форида Пэнтерс, сейчас он играет в Венепик, защитник команды Венепик, и он был участником сборной России по хоккею. Так откуда же у него оборудование или форма? Ну, как профессионального игрока, у него есть связи с компаниями, которые снабжают… А, спонсируют, я понял. Я думаю, он какой-то административный начальник, там у него есть… Нет, 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 он действующий игрок НХЛ в данный момент, и мы пытаемся выйти на других игроков, которые могут быть заинтересованы, помочь детям, так, когда-то в детстве им помогли, может быть. Вообще, как я сказал, это дорогой вид спорта, я прошел через… Мой сын играл в хоккей, в принципе, так и я пришел к этому. Он играл здесь, во Флориде, для того, что… Он родился во Флориде, и в то время, когда он играл, я начал привозить команды из России на турниры во Флориду, для того, чтобы как-то подстегнуть его к изучению русского языка, к наведению знакомства с детьми из России. И так вот эта тема, ну, как грибы развивалась и перешла вот в «Русскую ночь». «Русская ночь» – это очень интересный проект. В НХЛ, в Лиге, существует такая тема, называется она «Hockey for everybody», «Хоккей для всех». И эта тема, ну, если почитать description, она говорит о том, что «Хоккей» должен быть для всех, несмотря на национальность, расу. И материальное состояние. Да. Вот мы хотим, чтобы эта «Русская ночь» перешла на всю Лигу, и, может быть, к следующему сезону была в 31 команде, а не 6. А вот сколько, например, стоит, если не выпендриваться, экипировка вот такого мальчика, который занимается? В детском возрасте оно не так уж дорого стоит, порядка 300-400 долларов. А, ну, то есть по-божески. Да, но время на льду стоит денег, потому что лед, особенно в Южной Флориде, дорого. Поэтому сами тренировки не дешево получается – 30-40 долларов в час. А тренировка обычно час, два, сколько? Час. И как час-то они, раза два-три в неделю надо или? Пока что мы ограничены до одного раза в неделю с маленькими детьми, но, естественно, для того, чтобы чего-то добиться, нужно хотя бы 3-4 раза в неделю заниматься. А они на коньках-то держатся умеренно, они без опыта? Нет, наши дети уже катаются, да. То есть вы их учите кататься? Ну, в принципе, мой тренер и я, да. Ну да, то есть они до вас, а у них нет опыта, допустим, скольжения на коньках? Кто-то уже умел, кто-то еще не умел, то есть разные дети в разном возрасте, с разными навыками. Хорошо. Ну что, на самом деле это приятно, такой хороший спорт мужской, правда? И характер закаляет, и чувство локтя, командное, такое очень здорово. Ну что же, значит, какое напутствие мы зрителям нашим дадим? Вот у нас тут мероприятие намечается. Зрители, следите за рекламой. Значит, «Русская ночь» приходит в город рядом с вами, я назвал эти города, могу повторить, это «Темпе-бэй», «Детройт», «Колорадо», «Денвер-Колорадо», «Монреаль», «Торонто» и «Калгари». Различные дни, первая дата 22-го числа в «Калгари» 22-го января, потом будет в феврале 5-го в «Колорадо», 12-го, 14-го в «Темпе». В каждом городе это мероприятие будет проходить по-разному. Например, в «Колорадо» у нас есть договоренность, что мы можем привести детский коллектив танцевальный, который будут фольклорные танцы исполнять перед игрой. В «Торонто» мы договорились с бывшим игроком «Торонто» Михаилом Гробовским. Он вообще из Беларуси, но корни у него из России, из Советского Союза, грубо. Чем хороша русская ночь, то она не только для русских, а для всех, кого объединяет русская история, русский язык, русская культура. Вот Михаил Гробовский нам дал разрешение воспользоваться его частным рынком и пригласить туда 30-40 детей для того, чтобы попасть на это мероприятие. Дети нам присылают видео и рассказывают о том, почему они любят хоккей, почему они хотят побывать на этом мероприятии. И надеюсь, что это будет здорово не только для взрослых болельщиков, которые пойдут на игру НКЛ, но и для детей тоже. Это будет отдельное мероприятие. Я как человек с YouTube, я прямо сижу, у меня руки чешутся и говорю, что же вам же канал нужно на YouTube, у вас видео снимают, у вас там встречи, мероприятия, вы должны просто взорвать YouTube. Мы принимаем любую помощь, пока что это не коммерческое мероприятие, то есть мы тратим свои деньги, свое время на это, а бюджета никакого нет у нас. То есть нас многие уже поддержали, мы получили недавно поддержку от Фетисова, у нас есть несколько спортсменов, хоккеистов действующих и бывших, которые нам записали видео и поддержали это мероприятие. Но чем больше поддержки, я не знаю, может кто-то хочет материально помочь, мы об этом не просим, но если у кого-то есть возможность, то пожалуйста, принимаем. А Фетисов живет в США сейчас? Он ездит между Москвой и США. Поздравление от него мы получили из Москвы. Я-то помню, мы его поколение звезда как раз. Ну, Герман Титов тоже примерно это поколение. Кстати, о поколении, школа Красные Медведи, она в Ленинграде существует на базе хоккейной школы имени Цыганкова, Геннадия Цыганкова, союзский защитник, который, к сожалению, уже не с нами, но его дочка решила продлить, ну, память его имени, и вот они с ее мужем организовали эту школу, и сейчас мы помогаем им привезти эту школу сюда, в Америку. Погостить? Не погостить, а вот дети, которые Красные Медведи, это будет продолжение Легаси Цыганкова. Ну что же, хорошо, спасибо большое. Я думаю, знаете только что, у меня к вам просьба. Обычно под видео комментарии люди пишут, я вам ссылочку спрошу сказать. Вы тогда не сочтите за друг, отвечайте там, если какие-то вопросы конкретные будут, наверняка что-то появится. Просто там заходите, отвечайте, ладно? Обязательно, спасибо. Все, договорились, спасибо большое, и, ну, я хотел, чтобы уже так уже, если в прошлый раз было 150 уже, пусть будет там 200, 300, 500, там, чтобы... Кстати, в темпе уже мероприятие через месяц, только 14 февраля, но уже более 200 билетов продано, и, ну, подтверждено участие хоккеистов после игры, то есть, билеты продаются. В темпе это будет, не в темпе, а в Торонто, это будет немножко по-другому, мы делаем как, больше как бизнес-эвент, то есть, у нас есть лакшери-бакс на 42 человека тоже, и мы приглашаем русскоговорящих бизнесменов принять участие, типа, как нетворкинг-эвент, и заодно посмотреть хоккей. Хорошая, хорошая мысль, мне очень нравится. Ладно, ну что же, давайте я вас поблагодарю от имени наших зрителей, и буквально, вот, я не знаю, вас там сейчас 8 вечера, вот, буквально через часок уже будет висеть, так что, как раз вот сегодня-завтра будет основная реакция. Хорошо? Спасибо. Ладно, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok